Многие славянцы от мала до велика принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержке воинов, которые задействованы в специальной военной операции. Каждый вносит свой посильный вклад в общее дело. Об этом наш репортаж. Детвора в Славянском четвёртом детском саду дружно рисуют. Что же изображено на этих рисунках? Конечно, это красавицы, ёлочки, украшенные разноцветными шарами и гирляндами, снеговик с носом морковкой, снежинки и снегурочки, а также строгий пограничник с собакой и танк, устремлённый вперёд. Те, кто уже освоил алфавит, пишут внизу своего рисунка. Дорогой солдат, с Новым годом! Я люблю рисовать. И сегодня нарисовала рисунок для наших солдат. И хочу, чтобы они вернулись домой с победой. Я нарисовала рисунок для своего папы и для других солдат. Я хочу, чтобы они вернулись домой, чтобы у нас всегда был мир. На детских рисунках солнечный круг, небо вокруг, а также облака и деревья. Дети хотят, чтобы был мир и чтобы солдаты вернулись живыми и здоровыми. Сегодня мы рисуем красивые рисунки для солдат. Хочу, чтобы у них было всё хорошо и чтобы они поскорее вернулись домой. Я желаю нашим солдатам здоровья, чтобы они поскорее вернулись домой. В 29-й Петровской школе ученики пишут письма военным, участвующим в спецоперации. Они стараются искренне передать свои мысли и чувства. Вы наши герои. Мы вами очень гордимся. Ждём вас живыми и здоровыми. Пусть 2023 год станет для вас самым счастливым. Пусть родные и близкие люди всегда будут рядом. Желаю вам счастья и здоровья вашим семьям. И, конечно же, мирного неба над головой. Спасибо вам большое. С Новым годом. Письма солдатам пишут первоклассники и выпускники. И каждому есть что сказать. Вся школа, в принципе, задействована в этой акции. Пишут все, начиная с 1 по 11 класс письма. И что ещё хочу сказать, то что, на самом деле, ученики искренне от души пишут свои пожелания нашим солдатам. Творческие ребята в школе. И каждый добавляет что-то своё в эти письма. Добавляют краски, яркие цвета солдатам. Поддерживают их этими рисунками. Не остаются в стороне отважной патриотической акции в филиале Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани. Студенты находят лучшие слова, чтобы поддержать тех, кто на фронте. Дорогой солдат, хочу написать тебе письмо. Попытаться подзирать тебя в твоём нелёгком деле. Хочу сказать тебе, что всё будет хорошо, и ты обязательно вернёшься домой. Спасибо тебе за всё, что ты сделал. Вся Россия гордится именно тобой. Думаю, что мои слова могут принести тебе хоть каплю радости в такое время. Сила в правде, а у кого правда, тот и сильнее. Никогда не сомневайся в себе и возвращайся домой с победой. И вот в помещении Славянского районного казачьего общества формируются подарки для защитников Отечества. В каждый праздничный пакет вкладываются письма и детские рисунки. В сборе подарков приняли активное участие многие общественные организации. В том числе Общественный совет Славянского района, районные организации ветеранов, Красного креста, комитета женщин и солдатских матерей и другие. Каждый воин, каждый герой, наши ребята должны почувствовать тепло из дому, что мы их любим, мы их ждём, с победой ждём. Поэтому хотим немножко им подарить вот такие подарочки от всех нас. Армянская община Славянского района не осталась равнодушной к сбору гуманитарной помощи и поддержке воинов. Сначала с военной операцией уже и нашей воинской части, а сегодня уже и нашим братьям-казакам оказываем помощь в виде и продуктов, и технического оснащения. То есть те заявки, которые приходят к нам, мы стараемся в полной мере выполнить и быть полезным сегодня воинам, которые там, на передовой. Молодые депутаты муниципалитета и студенты филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани также активно участвуют в этой работе. Приходим молодые депутаты, я в том числе, посильную помощь оказываем в формировании пакетов. Кто-то может осуществлять закупку какую-то, те же самые мандарины, они к Новому году всегда с радостью воспринимаются другими людьми. Я думаю, пусть это принесёт капельку здоровья, радости. И приглашаю всех желающих, кто не знает, куда можно обратиться, приходите в казачество, приходите в комитет солдатских матерей, в общество Красного Креста, Славянское местное отделение и приносите свою посильную помощь. Что сделали дети, это просто удивительно на самом деле. Удивляемся их идеям, насколько они прочувствовали, казалось бы, маленькие, а всё в итоге понимают. К акции присоединился детский сад номер 4 города Славянска на Кубани, средняя общеобразовательная школа номер 29 станицы Петровской. И, конечно же, наш филиал уже чуть взрослее люди, но не менее понимающие, с такой теплотой написали письма. Казаки и общественники поехали с подарками, собранными славянцами, к добровольцам, которые проходят первичную подготовку перед отправкой в зону боевых действий, для того, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом. Чтобы создать праздничное настроение воинам, с концертной программой перед ними выступят вокальные коллективы, две танцевальные группы и ансамбль барабанщиков от армянской общины. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Программа «События». Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Продолжение следует...